В этом году всех первоклашек Кыргызстана зачисляли в школу через автоматизированную систему. Удобно и просто. Надо было зайти на сайт, ввести данные ребенка и название школы, в которую родители хотят определить свое чадо. Электронная запись проводилась в два этапа. Первый стартовал 11 апреля. В нем участвовали те, кто выбирал учебное заведение по юридическому адресу. Второй раунд для желающих обучаться по фактическому адресу проживания. Всего в школу уже зачислено 120 тысяч первоклассников. При этом квот на текущий год 165 тысяч. Но, несмотря на наличие свободных мест, в школы поступили еще не все. Дочка Эссенбека в первый класс еще тоже не зачислена. Из-за переезда семья не смогла встать в электронную очередь. Мы этим летом переехали из Джалабадской области в Бишкек. На тот момент, когда стартовал второй этап электронной записи, и в школу можно было поступить по фактическому адресу проживания, у нас еще не было необходимых документов. Не успели тогда устроиться на новом месте. Вот дочка и осталась без школы. Но без школы дочь Эссенбека не останется. Сегодня мужчина пришел в центр образования Первомайского района города Бишкек. Здесь работает комиссия. Ее члены принимают и рассматривают заявления родителей, которые по каким-то причинам не смогли или не успели встать в электронную запись школы. В городе Бишкек с 15 августа начала свою работу специальная комиссия, которая рассматривает заявления родителей или законных представителей, которые проживают по микроучастку, по каким-то причинам, если не успели зарегистрировать. Они будут рассмотрены в том случае, если у школы есть возможность их принять. Но приоритет имеют родители, которые проживают по микроучастку. После рассмотрения заявлений, в зависимости от количества, городское управление образования мари города Бишкек официально направляет письмо в министерство об увеличении код в определенных школах, где есть возможность. И на основании этого письма в систему добавляется кода. Такие комиссии работают во всех четырех районах столицы. Причин, по которым родители не смогли зарегистрировать ребенка в первый класс школы, через онлайн-платформу много. Кто-то переехал, кто-то просто упустил время. Причины – это именно то, что завис портал электронный сам. Второе – родители до последнего момента просто не регистрировали детей, не заявляли о том, что существуют такие дети. И вот таким образом сейчас мы пытаемся выйти в данную ситуацию. Это ежегодная проблема. Мы ежегодно на комиссии рассматриваем каждое дело поступщик, каждое заявление и принимаем решение. По законам Кыргызстана каждый ребенок имеет право на бесплатное школьное образование. Поэтому в министерстве заверяют, места в учебных заведениях страны найдутся для всех детей. Но все же родителям стоит поторопиться с устройством своих первоклашек. Если не получилось это сделать через онлайн-платформу, то необходимо обратиться в комиссию.